Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет полезный жизненный сюжет. В первую очередь в этом ролике мы рассмотрим, как правильно продать или купить квартиру, как могут обмануть в теме недвижимости. Это очень важный вопрос. Где бы вы не проживали, эта тема актуальна по всей нашей стране раз. Человек расскажет нам по порядку, как это все происходит, тем самым вы станете немного грамотнее и будете знать весь этот процесс. Второй момент. Для того, чтобы этот сюжет был насыщенный, мы приехали на север Москвы, где строится один жилой комплекс. Сразу скажу, если вы скажете реклама, фигу вам, ребята, здесь уже все раскуплено, поэтому, о, мне понравилось, я хочу, все уже купили до нас, хотя он еще строится и будет сдан в следующем году. Но мы пообщаемся с человеком, с представителем застройщика, который покажет этот жилой комплекс, расскажет, сколько здесь недвижимость стоила на этапе застройки, сколько она стоит сегодня, как растут цены, как меняются. В общем, это тоже может быть вам интересно. Не размазывая кашу по тарелке, в этом ролике у нас есть спонсор, я вас сейчас кратенько с ним познакомлю, а после чего мы пойдем знакомиться с людьми и впитывать полезную информацию. Погнали! Друзья, я знаю, что определенной части зрителей канала нравятся сюжеты про недвижимость, и вы хотели бы, чтобы они выходили чаще и их было больше на канале, но мы снимаем на разные темы. Но у меня есть товарищ, который уже в соседнем доме, и они ведут отдельный канал исключительно про недвижку. Имя ему Смаренд про недвижку. На канале Виктор рассказывает про свои и кейсы клиентов по инвестициям в жилую недвижимость. Делится с подписчиками секретами и рассказывает про возможности и риски при покупке квартиры от застройщика. Виктор делает акцент на стратегию по инвестициям в жилую недвижимость. Он рассказывает в роликах про собственный опыт, и каждое воскресенье проводят прямые эфиры с инвестиционными обзорами на рынке недвижимости Москвы и области. Подписавшись и просматривая канал Смаренд про недвижку, он вам поможет не только выбрать правильную инвестиционную недвижимость, но и также люди вам могут оказать услугу по доверительному управлению ваших объектов под долгосрочную аренду. Начните становиться финансово грамотными и финансово независимыми вместе с каналом Смаренд про недвижку. Ссылки ждут вас в описании. Обязательно подпишитесь на канал, посмотрите, он вам действительно понравится, потому что там только полезная и нужная информация. Ссылка ждет тебя в описании. Итак, друзья, мы с вами перемещаемся внутрь. Знакомьтесь, зовут человек Александр, директор по продажам, представитель застройщика. Саш, у нас есть с тобой замечательная возможность попасть в шоурум, несмотря на то, что все строится. Ты нам сейчас покажешь, как у вас планировки выглядят, сколько это стоило на этапе застройки, расскажешь, сколько примерно это будет стоить, когда уже все будет введено в эксплуатацию, правильно? Правильно, правильно. И вот здесь у нас за этой дверью находится евро однушка, то есть кухня с гостиной объединена, есть еще отдельная спальня. Да, все верно. Дико интересно, пойдемте смотреть. Саш, ну расскажи, пожалуйста, какая здесь площадь? Ну а то, что происходило дальше, давайте я вам перескажу за 3-4 минуты, потому что в одной только квартире мы снимали аж 20 минут. Вот обратите внимание на планировку, которую сделал застройщик. На самом деле, мне очень интересно полазить по различным новостройкам, потому что, как вы уже знаете или догадались, я присматриваюсь к расширению. У меня родилась дочка, мы проживаем в однокомнатной квартире, которую я переделал под студию площадью 27 квадратов. Мы снимали про это ролик, вы можете его посмотреть на канале. Заходим в квартиру. Первым делом, что бросается в глаза, это высота потолков. Действительно просторная. Я вот в каске и в кроссовках, ростом примерно 1,90 метра. С левой стороны от нас идет санузел, он объединен. Некоторые считают, что это некомфортно, хотя я пожил в объединенном санузле, в принципе нормально. Далее, мы заходим на кухню. Кухня у нас объединена с залом. Это, на мой взгляд, реально очень круто, потому что я этого и добивался. Почему? Когда делал себе перепланировку. Так удобнее. Больше места, ты сидишь, видишь жену, видишь ребенка, все на видном месте. Ну, как-то, знаете, хочется больше пространства. При этом у вас есть отдельная спальня, заходите, там у вас точно так же стоит шкаф. Она, естественно, небольшая. Вот эта квартира идет без балкона и без лоджии. Двери устанавливаются уже непосредственно застройщиком, то есть нами. На полу, соответственно, при входе в каждом стиле отделки это плитка. Во всех остальных комнатах это инженерная доска, не ламинат. Да, мы используем, скажем так, натуральные материалы в отделке и достаточно качественные. По стенам получается обои? По стенам флизелиновые обои, да. В каждом стиле отделки они отличаются под световой гамме. Они удобны в эксплуатации. Краткое резюме хочу сделать от себя. Когда заходишь сюда, конечно, в шоуруме все круто, сделано, красиво. Люди задают мне вопрос. Ну, вот тебе как? Я говорю, все классно, но мне новостройки не нравятся. Почему? Сейчас люди будут заезжать, здесь начнется ремонт. Они такие, не, 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 стоп, стоп, стоп. У нас нельзя делать ремонт. Я говорю, в каком смысле? Я говорю, вот я сейчас захочу стены сломать. Рассказывают следующую статистику, что примерно из 100 человек, кто покупает квартиры, там, ну, может быть, 1-2% те, кому планировка не понравится. Им, соответственно, предлагают выбрать либо другую квартиру, либо, если там ничего не нравится, ну, выберите другой ЖК. Все. Это важно. Почему? То есть, ты приходишь, у тебя уже будут полы. У тебя, как вот сказал Александр, все уже будет. Тебе только нужно закупать мебель, заходить, все заносить, делай, заезжай, с вещами живи. Это круто. Почему? Вы будете жить, суббота настанет, в 9 утра должна быть тишина, что никто тебе не будет сверлить в голову, никто здесь не будет ничего долбить. Проводка, все новое, ну, все, здание новое. Вот смотрите, опять же, почему я люблю, когда объединяют, да, гостиную с кухней. Ну, круто, жена готовит, здесь есть вытяжки, здесь есть кондиционер. Ты можешь присесть на диван, взял ноутбук, поработал. Сегодня время какое-то, в телефоне можешь работать, телевизор, у тебя дети ходят, все под присмотром, там, дочка или сын что-то пишет, рисует. Опять же, дополнительный плюс какой, панорамные окна. Это круто. Ты подошел, встал с чашечкой кофе, пьешь. Это мы еще с вами не дошли до следующих квартир, где есть балконы, большие балконы. Парни, всю жизнь я топил за то, что жить круто во вторичке. Там душа, там по интересу. Но сейчас, когда есть возможность погулять по различным ЖК, я понимаю одно, что ЖК, ЖК огромная рознь. Есть такие типичные муравейники, где ценник там за однушку будет 2,5 миллиона рублей на этапе застройки. А есть такие, что вот здесь начиналось с 7 миллионов рублей, но здесь и площадь практически 50 квадратов. Кондиционеры стоят, все уже спрятано, соответственно, все продумано. Многих, я знаю, известных, скажем так, архитектурных блогеров смущает, когда кондиционеры висят. Здесь уже все спрятано. По ценам очень важный момент. На этапе застройки в каком году вообще начали строить этот объект? Мы начали строить в конце 2018 года. Вот евро однушка. Сколько ее можно было купить, когда у вас еще здесь был просто котлован? Данную квартиру можно было купить порядка 7 миллионов. 7,5 миллионов, если не ошибаюсь, где-то в этом пределе. Ну и сейчас таких квартир нету, да, но вот последние квартиры были проданы уже там 300 плюс за квадратный метр. Ну и того это в цифрах сразу, если не пересчитать. Ну, если не пересчитать, то есть, ну, порядка там 15 миллионов. 15 миллионов. Да, 14,5. При этом, покупая квартиру, я знаю, что у вас есть подземный паркинг. Но в цену он, естественно, не входит. По стоимости, средняя стоимость паркинга, ну, варьировалось где-то в районе полтора миллиона, миллион шестьсот. Понял. Расскажи, пожалуйста, а как быстро вот ваша недвижимость действительно продается? Если, насколько я знаю, сегодня у вас свободных вот подобных квартир нету, мы просто, ребят, вам показываем. Для того, чтобы вы просто понимали, что такое современные новостройки, как это выглядит внутри по планировке. Смели там за первый месяц, за первый год, пока только первый этаж построили, а уже все распродано. Как быстро это все происходит? Ну, на самом деле у нас продажи идут плавно. Мы, скажем так, регулируем их тоже. У нас есть определенная финмодель, которую мы преследуем. Ну, основной, наверное, темп продаж – это все-таки этот год, когда наши клиенты уже смогли увидеть непосредственно сам проект с готовыми фасадами, да, и практически готовый продукт. Также в этом году мы сделали шоурум, клиентам показали отделку, да, то есть это качество отделки. Ну, и, соответственно, в этом году мы продали достаточно, точнее, и продаем достаточно большую долю наших лотов. В процессе экскурсии по жилому комплексу выяснилось, что все-таки площади, свободные для продажи, есть. Но, ребята, не спешите ничего писать. Смотрите, есть площади, которые свыше 100 квадратных метров на высоких этажах, есть даже с открытыми балконами, не лоджиями. Но такое жилье стоит там свыше 45 миллионов рублей. Нам даже один человек там сказал, что якобы есть квартиры, которые по 90 миллионов рублей здесь продаются. Тук-тук, кто там, здесь стоит входная дверь, заходите. Значит, вот эта площадь уже порядка 115-125 квадратов, пока точно невозможно сказать, ну, я не могу сказать. Суть в чем, друзья, вот так вот выглядит уже более продвинутого рода квартирка, она больше. Понятное дело, что здесь еще все делается, здесь будут возведены стены, и, то есть, вам сдадут ее не в таком виде. То есть, что важно, да? Обычно в новостройках как раз, типа, ты заходишь, ну, тебе что, ставят только входную дверь, где-то выводят электрику, а дальше все, занимайся сам, как хочешь, так и делай. Стояков полно, соответственно, здесь на одну квартиру порядка трех санузлов, соответственно, где-то здесь можно будет поставить кухню. Факт в чем? Вот, смотрите, как это выглядит, когда ничего нету. На данный момент кажется, да, что места очень много, но заметил такую вещь, то, что чего-то в последнее время, куда не зайдешь, когда уже стоит мебель, все собрано, иной раз места маловато. Но я как-то вот после проживания в однокомнатной квартире-студии, я сломался и стену, напомню, мне прям нравится, когда вот все в открытом доступе, отдельно какую-то две комнаты спрячь, где можно спать, а все остальное, чтобы ты вышел, свежий воздух от ретечки, а после дождишек, да, после дождишек вышел. Ах, матушка природа, вот там ребята едут, ресторан Анна Каренина, все отдыхают. Ну, круто, на самом деле, с точки зрения вида, ну, я думаю, мало кто из вас будет спорить и говорить, да ладно, фигня какая-то. Те, кто любят заниматься спортом, вышел там, побегать здесь вдоль набережной, как бы всегда можно будет. Есть квартиры, которые, по идее, до 50 квадратных метров, но они, так называемые, стилобатные. Что такое стилобат, я вам вывожу на экран. Вообще, по идее, такие помещения должны предназначаться для коммерческой недвижимости. Но нам сказали, что их будут делить и выставлять также на продажу. Цены там тоже порядка 300 тысяч рублей за один квадратный метр. Ну, условно, здесь будет поделено все кусочками, и квартиры, говорят, примерно будут 48-50 квадратных метров. Они будут находиться на этом уровне. Подчеркиваю, моя задача не прорекламировать вам ЖК, показать, как в современных условиях живут в новостройках, что они из себя представляют. С одной стороны, конечно же, круто. Но представьте, вы утром просыпаетесь, можете спуститься на первый этаж, выйти на улицу. У вас, по идее, должен быть какой-то там ресторанчик, магазин. И все самое необходимое, естественно, должно быть на территории. Чисто, аккуратно, нет машин, посидел, отдохнул. Ну, здорово. Сюда же от себя добавлю. Мы уже, когда ехали обратно, обсуждали с моим другом-оператором, что неплохо было бы в таких ЖК на первом этаже делать красивые рестораны с наиболее низкими ценами. Давать возможность людям зайти там по низкой аренде, но при этом ты приходишь, а у тебя, например, завтрак там стоит полный, там, ну, 250 рублей, например. Такой полноценный хороший завтрак. Это было бы, наверное, круто. Мы идем дальше. Это квартира с двумя спальнями. Саш, расскажи. Это еще один наш стиль отделки. Ну, давайте я предлагаю пройти все-таки, наверное, в спальню, да, в ближайшую комнату. Здесь располагается у нас мастер спальня со своим санузлом. А сколько площади у этой квартиры? 82 метра. В 2018 году сколько стоила эта квартира? Не за квадратный метр, а сразу, можно общую цену назвать. Ну, порядка 12,5-13 миллионов, ну, в зависимости, естественно, от этажа. Это на старте продаж, я могу сказать. Покупая в 2018 году, люди уже знали, что квартира будет, ну, дом будет сдан в 2021, да, у вас сдача? Завершаем, да, строительство в конце 2021 года, начинаем выдавать ключи. Ну, и крайний срок передачи в договоре у нас это 30 июня 2022 года. Это крайний срок передачи ключей, когда мы должны передать уже там последнему клиенту ключи. Я просто хочу людей удивить тем, что, парни, вот подумайте просто, 4 года вы будете ждать свою квартиру. Некоторым уже осталось и того меньше, там, чуть меньше двух лет. 12 миллионов люди отдавали за подобную квартиру в ожидании. На сегодняшний день сколько она стоит? Ну, таких квартир уже нет, они проданы, да. Все. Но, если память не изменяет, то порядка 21 миллиона последние квартиры были проданы. Понимаете, да? Все продано. Утром проснулся, сходил. Знаете, что за дело? Душ. Душ. Вещь прикольная, вещь полезная. Суть в чем? 12 миллионов за 82 квадратных метра. При этом, подчеркиваю, опять же, есть у вас рядом речка, здесь все будет сделано инфраструктура. В этом плане, конечно, плюс. Ну, пойдем чуть дальше, покажу вам, как выглядит детская. На мой взгляд, она выглядит немного, возможно, противоречиво, но выводы делать только вам. Опять же, высокие потолки, все точно так же, как там и было. Заходишь сюда, у тебя небольшая комната, но, тем не менее, для ребенка, я думаю, при грамотном оформлении все будет круто. Вот у тебя кровать, может он ночевать, рабочее место, игральная зона. То есть, в этом плане разобраться можно. Ты можешь пойти в зал, посидеть. Ну, круто. На самом деле, вот, когда приходишь так вот, все новенькое, все чистенькое, все свеженькое, вид портит только одно. То, что мы сейчас находимся на этапе, когда ЖК еще строится. Понятное дело, что я вам сейчас так вот беру, вывожу рендер на экран. Это то, как он выглядит у них на официальном сайте. И вы видите то, что все сделано гораздо круче, симпатично. Но здесь пушка этой квартиры, лично для меня, это, конечно, зона балкон, зал и кухня. Пойдемте посмотрим. А дальше нас также встречает просторная гостиная, объединенная с кухней. Вот что круто. Мне, пожив в квартире на втором этаже, в зеленой зоне, когда у тебя под окнами деревья, пол лета ждешь солнышко, чтобы оно упало на твою сторону и в квартире стало светло. Здесь же просторная светлая квартира, большая лоджия, окна в пол. Действительно комфортно себя чувствуешь, особенно когда все новенькое, когда все красиво выставлено. Я думаю, те, кто хотят сейчас приобрести себе новую квартиру, сейчас смотрят и думают, да, блин, неплохо все выглядит. Обратите внимание на лоджии. Действительно круто. Ты выходишь, места достаточно. Можно там обыграть, сделать различные рабочие зоны, какие-то зоны отдыха, ну и так далее. Кто-то любит кальян покурить. В общем, здесь действительно ты смотришь и понимаешь, что это новый уровень, это новый вид жилья. Искать минусы в жилом комплексе с точки зрения плохо построили, не так поклеили обои. Понятное дело, что косяки есть абсолютно везде. И неважно, сколько квартира стоит. 10 миллионов, 20, 120. Везде всегда можно при грамотном подходе найти какие-то косяки. Я же буду пытаться продолжать снимать подобные темы. Поэтому, если вам интересно, пишите плюсик, поддерживайте в комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Мы переходим ко второй теме выпуска. Новая квартира, это, конечно же, хорошо. Ценник, это все индивидуально. На нем мы даже зацикливаться не будем. Кто-то может себе купить новую квартиру за 3 миллиона рублей, если это Московская область, либо где-то по регионам. Кто-то может купить себе квартиру за 7 миллионов рублей на этапе строительства и готов подождать 4 года. А кто-то хочет купить здесь и сейчас. Кто-то хочет продать вторичку и купить новую квартиру. Вот важный момент, понимать, как это все происходит. В начале ролика я вам сказал, что мы с вами об этом поговорим и расскажем. А как вы думаете, друзья, кто нам об этом расскажет? У меня для вас сюрприз. Встречайте, Дамир, человек, с которым вы уже знакомы. Дамир, привет. Привет. Как настроение? Да все хорошо. У меня тут туфли, носки, все как положено. Сегодня к луку Дамира придраться невозможно. Кто не в курсе, мы оставим ссылочку на один сюжетик. Посмотрите, поймете, о чем речь. Дамир, ты занимаешься недвижимостью. Благодаря тебе мы сюда пришли. Ты нас привел, познакомил с людьми. Давай присядем за стол. И ты нам кратенько расскажешь, как правильно продать квартиру и как правильно купить новую. Да, давай. Давай смоделируем с тобой живую ситуацию. Я хочу продавать квартиру. Понятное дело, что первым делом все, что мне нужно сделать, два варианта. Либо я сам фотографирую, выкладываю на известные доски объявления, их куча. Циан, Авито, Юла, еще что-то. Либо же я обращаюсь к агенту, ни о чем не думаю. Агент сделает все за меня, но возьмет за это комиссию. Комиссия всегда разная, на ней мы пока не останавливаемся. Допустим, я хочу знать и понимать, как это все происходит. Вот нашелся покупатель. Он приходит и говорит, я готов купить твою квартиру. Как это все происходит дальше? Как и с чего нам нужно начинать, как оформить и правильно сделать? Первый этап, с чего вы начинаете непосредственно взаимодействовать со своим покупателем, это заключение каких-то определенных документов, которые показывают серьезность намерений и с вашей стороны, и с стороны покупателей. Это может быть либо авансовое соглашение, либо соглашение задатки, либо предварительный договор купли-продажи. Что из этого заключать, нужно смотреть уже непосредственно по ситуации, потому что кто-то согласен, сразу преддоговор заключается, если там ипотечный, например, продукт присутствует. И кому-то достаточно просто аванс внести, который, в принципе, ни к чему особо не обязывает. Вот это уже надо смотреть непосредственно на ситуацию. Дамир, сразу вопрос. Аванс это понятно? То есть мы берем бумагу, пишем, я такой-то, такой-то продукт или как? Нет, это есть определенная форма, она, например, называется авансовое соглашение. Там должны быть определенные пункты. То есть авансовое соглашение имеет определенный перечень определенных информаций, которая должна там находиться. Что это за объект, обязанности и права каждой из сторон, цена договора и так далее, и сроки. Соответственно, пусть аванс будет 50 тысяч рублей. Вот человек мне дал 50 тысяч, при этом, если он вдруг передумает, он без проблем может отказаться, я ему эти 50 тысяч должен вернуть. Нет, ты не должен будешь ему возвращать, потому что это аванс, потому что у него было намерение купить эту квартиру. Если он просто передумал, он эти деньги вернуть не сможет. Если произошли какие-то определенные форс-мажорные ситуации, либо факторы, на которые он не мог никак повлиять, да, тогда осуществляется возврат. Хорошо, допустим, мы договорились, мы переходим к шагу номер два. Очень часто люди пишут при продаже, что полная стоимость договора. Вот сделай, пожалуйста, акцент на этом, как людей могут обмануть. Ведь можно легко человека обмануть, если он мне предложит, давай заключим с тобой не 7 миллионов за твою квартиру, а 5, для того, чтобы он там меньше заплатил налог. Разжуй, пожалуйста, эту тему. Ну, смотри, то, что неполная стоимость договора указывается, это нормально, если собственность квартиры или там любая другая недвижимость находится в собственности менее 5 лет. Это если покупалось либо по договору до любого участия, то есть на настройке, либо по договору купли-продажи. В Дебрев юридически выдаваться не будем, там много есть про устанавливающие документы, у всех разные сроки. Возьмем самораспространенное ДДУ и ДКП. Поэтому, если вас просят указать неполную стоимость, это нормально, потому что люди не хотят платить налог с разницей. Но здесь нужно быть аккуратным. Почему? Потому что, когда вы заключаете ДКП на не ту сумму, на которую вы по факту даете, то есть вы заключаете на меньшую сумму, в случае, если сделка будет не зарегистрирована, если договор купли-продажи будет признан недействительным, либо расторгнут, то по закону человеком должен будет вернуть не 7 миллионов, которые ты отдал, а 5. Вот это вот важно. Вот про это я как раз хотел. Здесь что необходимо будет сделать? Есть несколько инструментов, как можно себя обезопасить. Один из самых распространенных документов и самых распространенных инструментов, которые используются, это две расписки. Первая расписка у тебя идет на полную стоимость на 5 миллионов, 2 миллиона идет на расписку на неотделимые жилищные условия. Неотделимые жилищные условия – это самый распространенный вид расписки, который используется именно, когда есть неполная стоимость. Про другие инструменты рассказывать не будем, потому что они зависят от ситуации индивидуально. Но хочу сказать, что такую расписку на неотделимые жилищные условия ее тоже нужно правильно писать, потому что, с одной стороны, это просто бумажка, которая в суде никак не принимается, а если учесть все правила и составить ее грамотно, тогда, естественно, это будет неотделимый документ, который будет признан судом в том числе. Хорошо, допустим, мы с покупателем договорились, у нас по этому вопросу никаких разногласий нет. Далее, он начинает проверять мою квартиру. Некоторые начинают смотреть, видят то, что там, допустим, прописано 6 человек. Допустим, могут увидеть то, что есть задолженность по квартплате. Как вот эти вопросы решаются задолженностью? Я должен перед выходом на сделку сразу все погасить или как? Здесь уже зависит от того, какую сторону мы представляем. Если мы покупаем квартиру, то, естественно, когда мои клиенты со мной квартиру покупают, мы собираем наиболее большой поток информации, который только можем собрать. Мы собираем все справки, все возможные выписки и так далее. И, естественно, мы просим выписать со всех до сделки, оплатить все коммунальные платежи, платежи по капремонту и так за интернет. В общем, все мы собираем полностью, всю информацию. И все это должно быть бумагами подкреплено, потому что все закрыто. Конечно. Вопрос сюда сразу. Допустим, пять человек прописано. Четверо выписались, пятый, например, брыкается, не хочет выписываться. К чему это может привести? Я, например, наврал человеку. Ну, рассмотрим ситуацию. Да-да-да, сейчас выпишемся. Он мне поверил, увидел то, что четверо выписался, а пятый нет. А потом пятый, допустим, мой рыжий брат, он говорит, а я не буду ниоткуда выписываться. Смотри, во-первых, если бы мы с тобой квартиру такую покупали, я бы тебе сказал, что мы на сделку не выходим до тех пор, пока человек, вот этот пятый, не напишет нам нотариальное обязательство о том, что он обязуется выписаться в определенные сроки. Если он отказывается делать нотариальное обязательство, мы на сделку с тобой не выходили. Почему? С точки зрения юриспруденции, да, этого человека выписать можно, потому что ты новый собственный, через суд его можно выписать. Но зачем нам нужен этот лишний геморрой, если есть огромное количество объектов других, которые более чистые и более адекватные по юридической стороне, да, и которые мы можем купить. Поэтому, да, это можно сделать юридически. Стоит ли в это встревать? Смысла не вижу. Хорошо, решили этот вопрос. Далее, какие-то есть подводные камни, на что стоит обращать внимание? Что-то, может быть, в договорах бывает прописывают хитро, какие-то такие нюансы свои. Слушай, ну, по поводу договора купли-продажи, там пунктов может быть миллион, таких непонятных, в том числе, может быть, пункты, которые, наоборот, не указаны, они очень важны, в виде, там, когда вы указываете характеристику, например, объект, обязательно нужно указывать кадастровый номер, потому что географический адрес может поменяться, а кадастровый номер уже не меняется. Как правило. Бывают дубли, но все-таки это уже как исключение скорее. Так, далее, по поводу того, что нужно обращать внимание. Во-первых, очень часто такое заблуждение, что капремонт, оплата за капремонт, включена в стоимость коммунальных услуг. Очень часто нет. Если у вас квартира к муниципалитету относится, следовательно, у вас все это, скорее всего, будет в одной платежке. Если у вас отдельная управляющая компания, то капремонт – это отдельная платежка, надо отдельно брать от нее то, что нет задолженности. Далее, необходимо будет брать целый список документов с тех же моих документов, или как раньше назывались в МФЦ, которые подтверждают различные моменты. Например, выпуска из домовой книги, чтобы посмотреть, что нет никого зарегистрированных. Архивный выпуск из домовой книги, для того, чтобы посмотреть с самого начала, кто был зарегистрирован и когда. Далее, что третье мы берем – это выписка из финансового лицевого счета. Четвертое мы берем выписку от отсутствия задолженности. В принципе, все, что я перечислил, вся информация еще есть в ЕЖД, единый жилищный документ. Его берем уже по ситуации, если нужно. Далее, необходимо, что мы, например, делаем. Мы обязательно обходим всех соседей, потому что вроде бы собственник может быть адекватный, хороший, нормальный человек, но мы поговорили с соседями, и оказалось, что он, например, выпивает. Если он выпивает, это, естественно, нужно какое-то уже медицинское освидетельство делать на сделке. То есть такие моменты, их невозможно вскрыть просто при общении, они вскрываются вот такими дополнительными какими-то инструментами, которые мы используем. В нашем случае, когда мы покупаем что-то, еще раз повторюсь, мы делаем максимально все возможное от нас, чтобы как можно больше информации у нас было про этот объект. Да, пусть это бывает излишне, но излишне это как бы нам не вредит. Собрали мы весь этот пакет документов. С покупателя только нужно только паспорт его, денежка и присутствие. В принципе, да. Если у нас покупка осуществляется не по доверенности, а сам собственник будущий собирается присутствовать, с него нужен только паспорт. Если вы собираетесь использовать услуги регистратора, тогда нужна доверенность на регистраторов. Да и в принципе все, ну и денежки. Ну вот смотри, у нас есть получается, я как продавец, у меня комплект документов собран, наконец-таки, я так подозреваю, это какая-то такая здоровая пачка бумажек. Часто да. Есть человек, куда мы идем? Ну, здесь зависит от того, как вы собираетесь расплачиваться. Либо это через нотариуса, либо это через аккредитивный счет, либо это через банковскую ячейку. В основном люди по старинке действуют, то есть делают все через банковскую ячейку. Следовательно, вы идете в банк, в банке заключается договор купли-продажи, подписывается договор аренды банковской ячейки. И обязательно надо обратить внимание на условия доступа банковской ячейки, то есть в каком случае продавец получит деньги при предоставлении каких документов, при каких сложившихся ситуациях. Далее, все эти документы подписываются, забирают за то, что нужно. Берется выпуска из домовой книги доверенность, если нужна для регистраторов. Берется подписан договор купли-продажи и дальше мы эти документы регистрируем. Регистрируем мы это либо в МФЦ, идем пешком все вместе, платим 2000 рублей госпошлиной, подаем на регистрацию, либо через регистратор. Регистратор это отдельная каста людей, которая является посредником между сделкой и Росреестром. Почему регистраторы лучше, чем в МФЦ? Потому что, первое, регистратор приезжает куда нужно, то есть он сразу в банк подъезжает. Второе, если что-то вы, допустим, неопытный человек, вы не знаете, какие документы нужны для регистрации, он прямо на сделку вот так соберет нужные документы, все соберет в одну папку и поедет сразу в Росреестр. Третий момент. Если какая-то будет проблема, неправильно ДКП вы составили, либо каких-то документов не хватает, либо роспись неправильная, ситуации может быть множество, и, например, происходит приостановка. Если происходит приостановка в МФЦ, вы получаете обратно документы и надо обратно подавать. В случае с регистратором, это просто звонок на телефон, подъезжаете, надо исправить момент. Вы приезжаете, исправляете, дальше идут документы в Росреестр. И сколько такой регистратор стоит? По ценникам ориентировать не буду, потому что очень зависит от сделки, от того, Москва или область. Я скажу просто вилкой, это от 9 до 15 тысяч. Ну, это еще не дорого. Это включая госпошлину, да. Хорошо, подали мы документы, и дальше мы, получается, находимся в режиме ожидания той самой справки, что собственность от меня перешла условно к тебе. Не справки, это будет просто переход права. Переход права у нас, вот этот договор купли-продажи, который мы подписывали в банке, он будет уже не просто бумажкой с подписями, а уже с штампом. Будет выпуск из ИГРН свежая, тоже со штампом оригинальная, что у вас сменился правообладатель. И все, и после этого, получается, условно, с этими документами я могу забрать свои денежки. Вот это то, о чем ты говорил. Да, то есть, как правило, в условиях доступа пишут оригинал договора купли-продажи на имя нового собственника такого-то, либо оригинал выписки из игры на имя нового собственника. Вот с этими оригиналами документов, плюс с паспортом и плюс с ключиком от банковской ячейки вперед за деньгами. Забираем денежку. Да. Вот так вот проходит продажа. Соответственно, дальше все то же самое, мы уже можем покупать квартиру. Дамир, слушай, на сегодняшний день, 2020 год, какие-то мошенничества вообще замечены. Смотри, допустим, если я покупаю квартиру, вот у застройщика здесь. Понятное дело, что крупная организация здесь меня вряд ли обманут. При условии того, что все уже достраивается или могут быть какие-то подводные камни. Как мы говорили в предыдущем ролике, камни могут быть разные. Камни какие могут быть? Как согласие, отсутствие, в случае, если вы захотите продать. Такое было у другого застройщика. Значит, как правило, надо смотреть просто и делать юридическую экспертизу перед покупкой. Естественно, нужно смотреть на договор долевого участия, который вы подписываете. Многие застройщики идут на уступки, и некоторые пункты могут поменять. Либо, если они не меняют, они делают дополнительные соглашения, которые перекрывают условия договора долевого участия. Прям ярых, мошеннических схем уже давно нет. Как на вторичке, так и на первичке, если уж мы не говорим про какие-то серьезные случаи. Они в основном очень ярко освещаются в СМИ. В целом, мошенничество, наверное, уже ушло на нет, потому что это было все-таки прерогатива 90-х и начала нулевых. На данном этапе просто нужно быть подкованным и смотреть, что вы подписываете. Это самое главное. Если вы сами это делаете, то, например, вы покупаете квартиру в ипотеку, там есть у банка определенная свою тоже юридическая проверка. Ну да, это плюс сейчас. Она такая себе, потому что она тоже допускает осечки, но все равно это уже какая-то защита. Кроме того, если что-то не так будет с документами прям серьезно, Росреестр такую сделку не зарегистрирует. То есть в Росреестре тоже сидят люди, они как бы не просто болванчики, которые смотрят на документы и штампы проставляют. Нет, они смотрят на документы и так далее. Кроме того, когда вы покупаете, например, через нас, через меня квартиру, у вас есть абсолютно вся информация, у вас нет никаких подводных камней, у вас ни одного момента не остается с пробелом по этой квартире, по этому собственнику даже. То есть, когда мы покупаем квартиру какую-то дорогую, и у нас, например, или мы покупаем квартиру по доверенности, мы обязательно записываем налоговый выпуск об имуществе собственника для того, чтобы посмотреть, а что ему принадлежит и принадлежит ли вот эта самая квартира, которую мы собираемся покупать. Сколько занимает сделка в среднем? Нашел я покупателя, как правило, в среднем, чтобы человек, неделя, две месяца. Для того, чтобы собрать все документы для сделки, это примерно недели занимает. Сама сделка происходит в течение дня рабочего. Дня, да. Возьмем рабочий день, потому что сделка может быть очень быстрая за час произойти, может быть ипотечная с цепочкой, она может на весь день затянуться. И потом идет процесс регистрации. Процесс регистрации, как правило, тоже зависит от типа сделки. Если у нас простая письменная форма, просто ДКП, мы просто регистрируем, то это примерно 8-9 рабочих дней. Я понял. Друзья, вот такая информация. Домиру мы говорим огромное спасибо. На всякий случай, какие-то контакты, ссылки на него оставлю, мало ли останутся вопросы. Сразу забегая наперед, говорю, если вдруг кто-то из вас занимается недвижимостью и скажет, блин, он столько всего полезного не рассказал, ой, блин, а знаете, какое мошенничество бывает? Ребята, все контакты со мной в описании, вы без проблем можете приехать, также сесть и рассказать свою правду с приведением примеров, сказать то, что вот, все намного сложнее и страшнее. А мы все вам скажем спасибо. Двигаемся дальше. Итак, мы пришли с вами к логическому завершению. В этом видеоролике мы с вами познакомились с современным жилым комплексом. Как это выглядит, как меняются цены, как они растут, что происходит внутри, что происходит рядом с домом, как облагоустраивается территория. В этом ролике мы послушали человека, который рассказал нам поэтапно, как продать квартиру, как купить квартиру, какие пункты должны у вас идти. Если у вас остались какие-то вопросы к Дамиру, что-то он непонятно рассказал, нужно пояснить, ссылочку на него в качестве благодарности оставляем в описании. Друзья, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят свежие новости. Мы будем продолжать снимать честные, независимые сюжеты, для того, чтобы вы могли смотреть и понимать, что происходит на рынке недвижимости. Я надеюсь, вам понравилось. В любом случае, ставьте либо лайк, либо дизлайк, пишите ваши комментарии. До новых встреч. Всем пока-пока.